В природе версий, пожалуй, будет предостаточно. Кто-то скажет, что это океан, кто-то цветок. Найдутся и те, кто ответит, женщина. Ну а Дарвиновский музей сегодня превозносит самое миниатюрное, самое красивое существо, самая красивая миниатюрная птица — калибри. И сегодня мы открываем выставку «Калибри. Весные эльфы». Вряд ли кого-то удивит такое сказочное название выставки. Ведь еще знаменитый натуралист Беслог со свойственным ему красноречием писал, что эти магические птицы летят за солнцем, на север, на люк и на крыльях зефира следуют за вечной весной. Вот и у нас пришла весна. И в наши стены пришла удивительная птица в калибре. И чтобы рассмотреть ее сегодня поближе, Дарвиновский музей выставил на показ свои коллекции. А также выставку дополняет прекрасные работы известных фотографов Елены Давыдовой и Сергея Волкова. И, пожалуй, именно им я и передам слово. Елена Сергеевна, прошу вас на наше место, на мое место. Спасибо. Переожидите сюда. Пожешь меня подпадать? Поддерживайте. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо администрации музея, которая с удовольствием шла на сотрудничество и помогла в организации этой выставки. И мне показалось, или нам показалось, очень интересно сочетать именно богатейшую коллекцию, которая есть в Дарвиновском музее этих птиц, и фотографии. Потому что в реальный размер птиц мы не можем понять, глядя на фотографию. А тут полным отрядом запросы можно сравнить. И огромное спасибо Наталье Михайлову, которая помогла нам с этой выставкой, и Лене Судариковой, которая придумала всю идею и композицию этой выставки. Еще очень хотел сказать большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Выставка небольшая, но довольно насыщенная. И надеюсь, вы будете задавать какие-то вопросы, мы вам на них будем отвечать. А потом всех пригласим в отдельную комнату, чтобы отметить, что с надеждой, что эта выставка будет не последняя, и не только наша. Потом все чаще и чаще анималисты попадают в Южную Америку, и все больше и больше появляются замечательные фотографии, особенно последние 2-3 года. И я надеюсь, что через некоторое время выставка расширится, и будет намного больше интереснее, чем сейчас появилось и получилось. Так что спасибо огромное, что вы пришли. Спасибо огромное музею. Я считаю, что это ведущий наш музей в Дарвинске, и естественно, научный. В общем, для нас это большая честь здесь выставлять свои работы, плюс к тому, что богатейшая коллекция «Колибри» из зоопастей, как была Достана, и сейчас вы имеете возможность на нее посмотреть. Потому что постоянная экспозиция музея, а такое количество не показано. Ну, нас вас ждаетесь. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Да, я хотела бы представить рабочую группу выставки, авторский коллектив. К сожалению, автор Елена Сударикова, сегодня они уже говорили, сотрудник, научный сотрудник образовательного отдела, ну, не может быть сегодня с нами. Ну, а художников я с удовольствием представлю. Трех художников, дизайнеров выставки. Это Валера Подольный, здесь он должен быть, и Егор Лысенко. Пожалуйста, давайте похлопаем ремену. Спасибо большое. У меня сакраментальный вопрос. Кто-то что-то, может быть, хочет сказать, высказать свои впечатления о выставке, о фотографиях. Пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, пожалуйста. В отдельной комнате, как вас зовут. В отдельной комнате, да, все перенесем в готовство, да, туда? Хорошо. Ну что ж, тогда закрываем мы нашу, она, закрываем наше открытие, вот какой колобур. Будем считать нашу выставку открытой, да, скажем ей в добрый путь. Ну, а вас приглашаем посмотреть на замечательных текстов, на замечательные фотографии, и всего, всего наилучшего. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.